Всем привет! Вы смотрите фрагмент программы «Обратный отчет» от 27 ноября 2023 года. Сегодня понедельник. Полностью все наши программы смотрите на Патреоне. И спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Темы по скриптуму обозначу позже, а сейчас о главном. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Инаев допустил, что расисты могут попытаться захватить новые территории Украины. По словам Сергея Наева, война с Россией может переброситься за пределы восточной и южной частей Украины. Это может произойти, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и технологически совершенствоваться с помощью своих союзников. «Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения и готовим наши силы», — сказал Наев в интервью телеканалу ABC News. И для этих опасений есть все основания. Заявление Николая Патрушева о том, что губернаторам пора готовиться к мобилизационной экономике, подразумевает перестановку всей пещеры на рельсы тотальной войны. А в это время одиозный летчик-разведчик и экс-советник Алексей Арестович заявил о том, что Запад кинул Украину. Он обвинил коллективный Запад в невыполнении обещаний о поставках оружия, необходимого для победы над Россией. По словам Арестовича, в этом заключается причина того, что ВСУ фактически прекратили наступление на фронте. В своем телеграм-канале Арестович написал «Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей большой войны и не предоставил ее». Читай. «Кинул». Конец цитаты. По его мнению, Украина свою войну выиграла в первые месяцы после российского вторжения, и ее уже тогда можно было бы закончить при достаточной поддержке со стороны Запада. А потом началась другая война, и эту другую войну мы не могли выиграть без самолетов и дальнобойных ракет, и в пять раз большего объема поставок для сухопутных войск. Всего этого не было. Мы заплатили огромную цену за это. И теперь, как считает Арестович, Запад снова собирается кинуть Украину, навязывая мирное соглашение с Россией. Надо отметить, что тема переговоров муссируется в основном Москвой, особенно после интервью Арахамии, который обвинил Джонсона в том, что в свое время переговорный процесс зашел в тупик. Рашистские мозгачи крутят тему переговоров как мартышка очки. Общий вывод. Сегодня такие переговоры воспринимаются обеими сторонами, как попытка усыпить бдительность друг друга, перевооружиться и подготовиться к еще большему конфликту. И вообще не ясно, какие и чьи гарантии теперь смогут кого-либо убедить. Становитесь нашими патронами прямо сейчас и смотрите далее в этой программе. Накануне в Крыму прошел ураган. Можно, конечно, рассказать глубинариям о том, что это Киев испытывал климатическое оружие, но все гораздо прозаичнее. Особенно приятно то, что волной смыло некоторые оборонительные укрепления рашистов. Освобожденный заложник, россиянин Рон Кривой, рассказал, что ему удалось сбежать от Хамас, но жители Газы поймали его и передали боевикам. Между тем, Израиль может продлить период прекращения огня, если за каждый день тишины Хамас будет отпускать по 10 заложников. Обнародованы новые кадры за 7 октября. День атаки боевиков Хамас на Израиль. На видео группа прорвавшихся из Газы боевиков грабит магазин на заправке. В начале записи можно увидеть двух работников. Те спаслись только потому, что успели спрятаться в одном из холодильников. Смотрите в программе по скриптум. На фоне шатающейся путиномики в пещере заныли о готовности встать на переговорный трек. Между тем, готовится выступление Путина на Всемирном Русском Народном Соборе. Анонсирована программная речь Плешивца, и на нее уже неровно дышит Дугин. По мнению источника Сотник ТВ, Германия на федеральном уровне признала ошибочность прежнего курса и готова его пересмотреть. Так в ближайшие несколько лет должна быть создана современная боеспособная армия Бундесвера, которая станет крупнейшей в Европе, а сочувствующих русскому миру в Германии будут зачищать. И на этом на сегодня все. Смотрите все наши программы на Патреоне. Всем удачи, увидимся в четверг. Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok